Ирина Бородина Я Ирина Бородина, мне лет 60 уже стукнула Путешествую я уже 40 лет, 75-го года Попала я в 75-м году в спортивно-туристический лагерь «Рлагол» Это Новосибирского электротехнического института Совершенно случайно и пошла оттуда в свой первый поход Было, конечно, очень тяжело Рюкзаки были еще брезентовые, на тоненьких лямках, без поясных ремней Я не знаю, что меня в этом туризме привлекло Но вот это, как говорят, как болезнь, да? Теперь это уже хроническая болезнь Для меня горы не то место, куда люди идут Куда-то там испытывать себя Это просто мой дом Когда я еду в горы, ощущение такое, что я еду домой В 2000 году я пошла в одиночный поход В первый раз Ну, сначала первую неделю было как-то не по себе А потом как-то наступило расслабление, что ли Единение с природой Мне стало так хорошо И я поняла, что люди, вот они только мешают в походе С людьми, когда я иду, я максимум, ну, недели две нормально себя чувствую Потом уже устаешь, хочется домой А вот одна я хожу и месяц, и два, и три Короче, все лето Пока вот погода такая более-менее теплая, устойчивая Потому что снаряжение все-таки летнее На холодную эту погоду уже нужно зимнее снаряжение Его в одиночку просто не внести И в результате получается, что в походах я нахожусь круглый год В зимние хожу два раза С группой, потом весной На майские праздники с группой иногда хожу В начале июня схожу на две недели Потом еду на все лето куда-нибудь на восток Сейчас я в район Байкала езжу, при Байкале путешествую Потом еще осенью в пару маленьких походиков схожу И кроме этого, всю зиму мы ездим за город Там землянки у нас построены Даже есть землянка-баня, и мы общаемся с друзьями Днем мы ходим на лыжах в окрестностях А вечером со свечкой, около печки Поем песни под гитару Рассказываем друг другу истории о прошлом лете Кроме этого, мы любим ходить в переходы Переходы это, когда выходишь утром с электрички Весь день идешь, потом ночуешь в палатке с печкой Потом идешь еще один день, доходишь до следующей какой-нибудь станции И потом едешь домой И так каждый выходной Я ни одного выходного дома не могу сидеть Я когда домой попадаю, чувствую себя как в клетке Так хочется вырваться на волю Поэтому, когда спрашивают Почему вы ходите в походы? Я говорю, я просто не могу не ходить в походы Это моя жизнь Осень — это удивительное время года Когда все в таких сочных красках Погряная карликовая березка Желтый яркий лист Темно-зеленые кедры И уже ослепительно белые вершины Когда в долинах в сентябре идут дожди Выше полутора тысяч метров Уже вовсю валит снег Кроме этого, нет никакого уже гнуса Ни комаров тебе Ни мошки Но осень — это просто божья благодать Вот этот вот район, где мы сейчас находимся Дает яркое представление об осеннем походе Даже вернее сказать о межсезонном походе в горах А на Алтае особенно хорошо Алтай для меня вообще клубит Я же здесь начала ходить Постоянно возвращаюсь сюда Хотя путешествую в Саянах И на Камчатку мы ездили с детьми И в Среднюю Азию ездили Но вот лучше Алтая — нет ничего Жалко, вот только что тут не так много места Чтобы можно было путешествовать Везде люди, пастбище Но вот это место — Теректинский хребет Он особенный Он такой легко доступный Это около 800 километров по дороге на машине До деревни Кастахта Недалеко от Усть-Кокса В Уймонской долине И мы за считанные часы поднялись на высоту 1800 метров А отсюда уже рукой подать До красивейших так называемых Висячих озер Так как я хожу похода одна Для меня большое значение Имеет удобство И вес снаряжения В магазине купить совершенно ничего невозможно Все делается универсально для всех Для многих людей Я вот ухожу, ничего для себя найти не могу Поэтому приходится все делать самой Ну, конечно, ботинки там я покупаю А все, что можно сшить, все шью сама И одежду И духовки И палатку Палатка, например, у меня Весит всего Сама капроновая палатка 500 грамм Полиэтиленовый тент И полиэтилен под палатку 300 Короче, получается 800 грамм Палатка Это очень легкий вес Погода в горах неустойчивая Но нет плохой погоды Есть неподходящее снаряжение Самый легкий и лучший дождевик Это просто накидка Просто большой капюшон Сразу закрываешь от дождей рюкзак из себя И впереди легкий доступ воздуха Совсем не потеешь Очень удобно И полиэтилен можно взять достаточно тонкий Всего 60 микрон И даже в самых густых зарослях кедрового сланика Рвется мало Обычно получается всего Там несколько дырочек Залепил их скотчем И дождевик снова целенький И нормальный Ну, при нашем образе жизни При нынешнем Ходить в походы в горы Это, конечно, сейчас считается экстремальным занятием Это раньше было много туристов Туризм был популярным А сейчас народ больше на горных лыжах катается И тем не менее Если кто-нибудь посмотрит Послушает Нас И вдруг вздумает сходить куда-нибудь Выйти из загазованного города Панично Оторваться от своих компьютеров Подышать свежим воздухом Попить чистейшей воды Полюбоваться этими красотами Он совершенно по-другому начнет себя чувствовать И многое поймет в этой жизни Поэтому Я как бы Ну, советую Рекомендую Предлагаю Все-таки выйти из своих душных квартир Ну, не так, как там на машине Доехал до речки Поставил палатку И сидишь Пиво пьешь А именно Надеть рюкзаки Пешком Вверх В горы И в любую погоду И в гармонии с природой В радости В счастье Прожить Хотя бы Несколько дней Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok